Ребят, а кто видел Ксюшу? Я ей со вчера дозвониться не могу. Я тоже её в последний раз вчера видела, после уроков. Она у меня планшет попросила попользоваться. Зачем? У неё же свой есть. Не знаю, я не уточняла. Просто дуай и всё. Мне не жалко. Нужно будет когда-то воспользоваться твоей добротой. Кирилл, на тебя она не распространяется. Ксюша, что ты здесь делаешь? Мамочка, у меня сегодня ко второму вопло. Не-не-не, так не пойдёт. Спать в этом классе умею право только я. Подъём! А кто? Что от меня надо? Тише, тише, это мы с Соней, Машей и Кирилл. Ой, простите. Привет. Привет. Что, Ксюш, родители рано поднялись к кровати, и сон пришлось в классе досматривать? Нет, никто меня рано не поднимал. Я здесь ночевала. В смысле? В прямом. А твои мамы с папой нормально к этому отнеслись? Я им сказала, что у бабушки ночевала. А с бабушкой они не разговаривают, судя по всему. Да она плохо слышит. И вообще, какая вам разница? Ну, заснул человек в неположенном месте. Что тут такого? Действительно. Что тут такого? Врать родителям, ночевать в школе, спать на парте. Маш, не будь занудая. Слушай, а что ты тут делала всю ночь? Да так, то одно, то другое. Ух, ничего себе какие подробности. Ксюш, ты можешь нормально рассказать? Девочки, чего они присобились? Все же и так понятно. Она всю ночь в ролики смотрела и в игры на планшете играла. Именно. Спасибо, Кирилл. А, то есть ты для этого планшет просила у меня? Ну, в общем, да. Капец. Ксюш, ты нас пугаешь. Ты хоть понимаешь, что это ненормально? Ой, да не пайтесь вы так. Ну, засиделась немного в интернете, с чем не бывает. Со мной не бывает, с Соней не бывает, с Кириллом. Ну, ладно, разве что только с Кириллом. Господи, ну что вы начинаете? Стоило у меня раздельно дремнуть, как вы сразу из этого события сделали. Окей, молчу. Дело твое. Доброе утро. Ксюша, я не поняла, как ты в школу планшет пронесла? Какой планшет? Вы о чем? Ты меня за слепую держишь, что ли? Тот планшет, который только что ты спрятала под парту. А, вы об этом? Так это не я его принесла, а Соня. Ксюш, ты нормальная вообще? Ничего, что я его сюда притащила по твоей просьбе? Не имеет значения по чьей просьбе. Соня, ты забыла, что планшеты запрещено приносить в школу? Такое дурацкое правило сложно забыть. Соня, следи за словами. Напоминаю, что это инициатива Елены Юрьевны, нашего директора. Ирина Анатольевна, а почему вы только мне мораль читаете? Вон у Кирилла вообще ноутбук с собой. Кирилл, это правда? Спасибо, Соня. Я все время думал, зачем мне друзья? И вот, благодаря тебе понял, чтобы было кому подставлять. Значит так, еще раз повторяю. Планшеты, ноутбуки и другая техника, кроме телефонов, не должна использоваться и приноситься в школу. Это ясно? Ирина Анатольевна, это Маша ноутбук. Она попросила его починить. Нарушил правило? Причина не важна. Отвечать все равно придется. Так и знаю. Вот и делай потом. Доблые дела. Так, все, хватит репаться. Сейчас же сдали мне свои гаджеты. Бегом! Опять у нее гаджетофобия обострилась. И телефоны тоже кладите. Блин, ну а телефоны-то зачем? Чтобы наконец-то до вас дошло. Что такое ответственность, дисциплина и послушание? У меня нет. Что сидишь? Ноутбук давай сюда. Вот теперь думайте. Нет, Анатольевна, а ничего, что я домашку в телефон записываю. И? Я боюсь прийти к вам завтра на урок неподготовленный. Правильно делаешь. Бойся. Итак, эти вещи до конца уроков будут находиться у Елены Юрьевны. Пусть она решает, что с вами делать. Нарушители школьного добропорядка. Все, сидите тихо. Ясно? Капец. Ксюш, нельзя было спрятать планшет, чтобы Анатольевна его не увидела. Теперь мы все в Липре. Как же я без него? Без планшетика? Ни одного видосика? Ни иголечки. Ксюш, с тобой все в порядке? Ты себя как-то странно ведешь. Да-да-да, все в порядке. Только вот у них надо дело сделать. Вы такое видели? Что с ней? Кажется, я догадываюсь. У нее зависимость от гаджетов. Болезнь 21 века. И как же нам ей помочь? Не будем же мы просто тупо сидеть и ничего не делать? А что мы можем сделать? Гаджетов у нас нет. Да и чушь, в принципе, тоже. Ну так давайте ее найдем. Че сидим? Да, согласна. Нельзя оставлять ее один на один со своей проблемой. Немедленно признавайтесь, кто из вас за этим стоит. Кажется, наши планы придется немного отложить. Кто? Кто, я вас спрашиваю, посмел это сделать? Маленький вопросик, Елена Юрьевна. О чем речь? Вот только мне надо прикидываться. Я знаю, что коробку с гаджетами украл кто-то из вас. Украл? Да за кого вы нас принимаете? За детей, которые не могут обойтись без своих телефончиков. Даже до конца первого урока. Мы вообще-то тут сидели и мирно беседовали на больные темы и о гаджетах даже не вспоминали. Угу. Так что ищите виновных где-то в другом месте. Да, да. Подождите-ка. Вы хотите сказать, что все наши телефоны, Сонин-поншет и ноутбук Маши... Все попало? Даже не пытайтесь. Вам не удастся меня запутать. Елена Юрьевна, почему вы кричите? Что случилось? Представляете, Ирина Анатольевна, стоило мне на минутку выйти из своего кабинета, как кто-то из этих умников уволок коробку с техникой. Да не брали мы ничего. Какой ужас. Значит так, чтобы к концу урока коробка была найдена и возвращена Елене Юрьевне на сохранение. Всем ясно? Класс. Потеряли наши вещи, еще и вину на нас бросили. Обожаю взрослых. Жду реакцию или ждите последствий. Елена Юрьевна, ну не нервнички так. Давайте я вам чай с ромашкой сделаю. Ничего мне не нужно, Ирина Анатольевна, кроме порядка в моей школе. Ну что, довольны? Так, довести директора. Ну ничего, я вас выведу на чистую воду. Девочки, это ж по-любому Ксюша вытащила коробку. Слушай, ну ты уж не перегибай, совсем она что ли с головой поссорилась. Алло, она в школе ночевала, потому что не могла с планшетом расстаться. От нее всего можно ожидать. Кирилл прав. Надо ее найти, пока нам за нее не влетело. Сделаем это по-быстрому. Маша, иди сюда и стул прихвати. Опять допрашивать будете? Ну вы же не хотите по-хорошему? Маша, мне долго тебя еще ждать? Да иду я, иду. Один единственный вопрос. Это ты украла вещи из кабинета директора? Нет. Нет. Ну, на тебя я, честно говоря, и не думала. Садись на место. Кирилл, теперь ты. А на меня думали, да? Так вот, сейчас вам будет стыдно за свои мысли, Ирина Анатольевна. Угу. Покраснела до самых пяток. Как же. Кирилл, ты сегодня заходил в кабинет директора? Нет. Облом, да? Кирилл, ты как с учителем разговариваешь? Вы сами меня спровоцировали. Иди на место. Соня, твоя очередь. Зря только время теряете, Ирина Анатольевна. Сейчас мы это узнаем. Соня, ты забирала сегодня свой планшет у Елены Юрьевны? Нет. Это была не я, это была Ксюша. Ксюша? И где же она? Мы сами хотели бы знать, ведь у нее наши телефоны и остальная техника. У нас тут не Хогвартс, не переживайте. Долго искать не придется. Да уж, не завидую я Ксюше. Не торопись события, вдруг она, как он узнает, ее и найдет. Соня, ты же понимаешь, что это дело времени. Если не найдет сегодня, то найдет завтра. Это было проще, чем я думала. Садись. Зачем? Хочу проверить тебя на детекторе лжи, чтобы узнать, не ты ли украла вещи и обманула нашего директора. Нет, конечно. Что тут проверять? Так я тебе и поверила, Насла. Садись давай. Ксюша, это ты украла все отобранные гаджеты у Елены Юрьевны? Нет, не я. Попалась? Теперь объясни, зачем ты это сделала? Меня родители наказали. Мне отобрали планшет. Оказалось, мне не так просто без него обходиться, как я предполагала. Именно поэтому ты решила наши вещи присвоить? Нет, я просто хотела еще поиграть немножко в планшете, пока Соня его домой не унесла. Я бы все вернула, честное слово. Я так понимаю, преступник найден. А ну бегом ко мне в кабинет. Елена Юрьевна, давайте все спокойно обсудим. Чирательный вдвоем. Без родителей. Ага, сейчас. Вот это она встряла. Почему только она? Вы все. Субтитры сделал DimaTorzok